Вы планируете 22-й год с расчетом на очередной локдаун? Я надеюсь, что это не произойдет. Я надеюсь, что мы обойдемся без локдауна. Я думаю, что правительство не хочет локдауна. Не хочет. Пока в Канаде неплохая ситуация. Сейчас немножко чуть-чуть больше стало заболевших. Ну, например, такая цифра. На вот Антарио, 12 миллионов человек в Антарио, заболевают тысячи человек в сутки. Но это не значит, что это тяжелое. У нас в больнице все сейчас свободно, тяжелых нет. Просто детки заболевают еще в школах, в ресторанах люди. Татьяна, как всегда, прекрасно. Жаль, что не все женщины тоже. Но наша внешность – это тоже вопрос дисциплины, знаний. Дисциплины, знаний и определенного планирования. Когда что нужно будет. Сейчас уже я могу вам точно сказать, что блефаропластика в Канаде, например, стоит 8 тысяч долларов. Эти деньги надо иметь. Может, в ваших других странах разные цены, но это такие деньги. Какие-то там ботексы, какие-то там еще что-то. Все это надо планировать. Мое абсолютное мнение, что это надо делать. Что люди, которые там что-то против этого, они это делают, а, потому что не имеют денег на это, б, потому что не имеют знаний на это. Просто, и третье, у них нет просто эстетики, чтобы быть красивыми. Татьяна, пиджак. А, да, девочки, это недавно я была в Йорк-Дейл-Молле и проходила мимо Зары. Я иногда захожу в зал, чтобы посмотреть, вообще, как она развивается, что там такое. На самом деле, я там мало что в жизни купила. Может быть, одну только вещь там или две. Для мамы я покупаю, там хорошие вещи есть. Для мамы я посылку отправляю. Я вот видела этот вот пиджачок такой, смотрите, да, он стоит, наверное, ну, американских 100 долларов. И он шикарно сидит, он вообще не колется, потому что у меня большая проблема. Мне все время вот шерстяные какие-то вещи очень колят шею. Вот такой вот за 100 долларов. И я могу его и с черной юбкой носить, и с джинсами носить, и вообще с чем угодно. И он внутри такой интересный, посмотрите, он такой вот весь приятненький, разный, видите, в них разный такой. Ой, в общем, Зара, идите, там есть большой пиджак, не такой, а прям настоящий такой пиджак есть. Там есть они разных цветов всех, ну, черные, наверное, самые уникальные. Так что, Зара. Маленькая хозяйка большого дома, прекрасная книга. Но такая трагическая история. Да, ну вот она на меня провела впечатление в том плане, вот я говорю про мечту. Я всегда помнила, что я хотела иметь большой дом в Америке. Всегда. Вот с детства. Поэтому как закладывается это? Может, если бы я не прочла эту книгу, мне бы заложилось что-то другое. Ведь я прочла всю французскую классику. Почему-то мне не заложилась французская классика или жить, вот купить дом во Франции. Нет. А вот это почему-то запало. Вот это может быть случайная вещь, мечта. Это не значит, что это хорошо. Это может быть запало случайно. И случайно вот вас это ввело потом. Вот эта мечта у меня осуществилась. У меня есть два прекрасных дома. Я только благодаря вам улучшилась. Особенно мышление. Умница. Молодец. Добрый вечер. Добрый день. В Канаде сейчас 10.20. 10 утра. 20 минут 11. Татьяна, как вы сегодня на высоте? Очень благодарны за все. Я вам тоже, девочки, очень благодарна за поддержку. Потому что если бы не вы, у меня бы тоже не было такой возможности вот так вот помочь очень многим. Потому что на самом деле это приносит огромное удовлетворение. Когда я вижу, когда я получаю от вас вот комментарии или имелс вы мне присылаете о том, что вы смогли измениться и тратить свою жизнь. Это мой человеческий вклад в улучшение человечества, в улучшение жизни на этой планете. Это то, что я делаю. Это моя мечта, которая всегда у меня была. И эта мечта не заканчивается. Она бесконечная, потому что нельзя вот здесь остановиться, прекратить. Всегда будут люди, которым нужна какая-то помощь. Вот, поэтому здоровье и прививки несовместимы. Так, с такими я не обсуждаю эту тему. Так, вы, наверное, не получили прививку от оспы, не получили прививку от ветрянки. Вы, наверное, без прививок живете, да? Вы, наверное, с Луны прилетели и без прививок живете. От полиомелита не имеете прививки. Все всегда имели прививки. Но почему-то именно на этой прививке людей замкнуло. Очень многих людей замкнуло. Ну, не многих, конечно, небольшой процент. В Канаде сейчас вакцинировано больше 90% всего населения. Более 90%. Конечно, еще не все детки вакцинированы. Еще есть вакцина-диссиденты. Я знаю, что у меня очень много русскоязычных друзей, которые не вакцинируются. Очень много. И люди говорят здесь в Канаде, что все больницы, если кто-то вы видите в больницах, то все русскоязычные. Все русские. Почему это так? Не знаю. Вот как там так мозг у людей, какой-то страх у людей. Но сегодня я не хочу это обсуждать, потому что я вижу каждый раз, что я имею дело так. Как зовут писателя по именной системе? По иммунной системе писателя, который говорил про иммунную систему? По-моему, это Вильям Ли. Я вчера слушала Вильям Ли, слушала подкаст Тома Белу. Есть такой блогер на YouTube. Том Белу, он американец. Этот врач тоже американец. Вильям Ли, он говорил об этом. У него там были разные врачи. Они вот так вот рак излечивают. Они излечивают вот так вот рак, повышая иммунную систему, и уже иммунные клетки сами борются с раковыми клетками. Татьяна, а главное, питайтесь правильно. Самое главное, это правильно питайтесь. Потому что наше здоровье, оно делится на три категории, все это знают. У нас есть физическое здоровье, то есть вот какие у нас микробы в организме, как мы питаемся. Потому что если вы будете есть плохую еду, неправильную, у вас будут не те микробы. Не те микробы будут делать вас злым. Почему очень часто люди, которые очень плохо питаются, они-то и есть самые агрессивные люди, самые раздражительные люди. Потому что у них плохие микробы, именно такие несчастливые. Не вырабатывает серотонин, а серотонин у нас вырабатывается, все знают, в желудке. Поэтому всегда было наблюдение, говорили, что путь счастья к мужчине лежит через желудок. Потому что серотонин вырабатывается в желудке. Поэтому здоровье наше, оно физическое, ментальное здоровье. Опять-таки, ментальное здоровье, конечно, здесь есть врожденные факторы очень часто. Когда люди, опять-таки, имеют разное пропорциональное содержание допамина, или его очень мало, у вас депрессия, или его очень много, вы шизофреник. А если нормально, вот вы нормальный человек. Поэтому вот этот баланс, он очень такой, очень странный. Или каких-то других еще гормонов, ментальное здоровье. Ну, в общем, они все говорят, что именно допамин, дофамин, я не знаю, как по-русски правильно, и является нашей биологической валютой. Все, что мы на это все приобретаем. И испытываем мы радость. Вот почему еще важно иметь цель, еще важно иметь вот этот вот план, который делает вам такой вот драйв. Почему важно? Потому что мы испытываем радость не когда мы достигли цели, а испытываем тогда, когда она у нас есть, и когда мы ее достигаем. Вверх-вниз, вверх-вниз, упал-поднялся, упал-поднялся. Но я иду к этой цели, как охотник. Пошел за ланью, древний охотник. Откуда выработался у нас такой вот допамин, такая вот система. Если бы он все время спокойно вышел и тут же закинул крючок, поймал лань и съели его, ну, они бы бегать перестали, люди, и не двигались бы по планете. Так бы на одном месте и жили, и погибали там, потому что бы они загадили всю эту аудиторию, всю эту территорию. Вот, поэтому мы так созданы эволюцией, чтобы люди двигались с каждого места. Раньше они жили племенами, там, допустим, 150 человек племя. И чтобы им трудно было поймать лань, чтобы им трудно было поймать себе еду, или найти ее, или колоски где-то, или какие-то грибы, или какие-то ягоды, или какие-то фиги там на дереве, что-то еще. Вот поэтому всегда это было сложно. Поэтому наш допамин выработался как гормон, который заставляет нас идти вперед. А когда мы уже пришли, все, он упал, его больше нет. Все, следующая цель, следующая цель. Вот так вот, так работает. Поэтому это несчастные люди, которые не имеют цели. Несчастные люди, которые вот сели на диване и смотрят чужую жизнь. У них тоже есть этот допамин, но его очень мало, потому что они его не используют. Они вот тоже получают удовольствие, телевизор смотрят, тоже им радостно, приятно. Покушали что-то тоже, но этого мало очень. И человек не получает развития такое. Так, Татьяна, спасибо огромное, на вас хочется равняться. Спасибо большое. Спасибо. В наш кровоток. Так, здоровье основное поздно понимаем. Да, вот ментальное здоровье, как я сказала, физическое здоровье, ментальное здоровье и эмоциональное здоровье. Три вида здоровья. Вот. И в каждом из них у человека могут быть проблемы. И мы точно так же на этом марафоне будем расписывать. А где у вас проблемы? Чтобы вы сказали, вот это моя цель. Если у меня сейчас моя цель, там, допустим, холестерин 7 или 8, она норма холестерина 4 или 5. Вот это моя цель. За 3 месяца, за 90 дней я имею план действий. Я должна снизить свой холестерин. Или мой сахар, или мое давление, или мой вес. Но не просто я похудею на 10 килограмм. Мне нужно сбросить 10 килограмм, все так говорят. Нет, так не работает. Мне надо сбросить 10 килограмм с 1 января по 30 марта за 90 дней. И у меня вот к этому есть план действий. Есть стратегия, есть тактика и есть рутина, которую я каждый день выполняю. Вот так вы точно похудеете. А так мне надо сбросить. Ну, надежда. Ну, сбросила, не сбросила. Сама себя простила 10 раз. Не работает. Так, добрый вечер. Как вас радость слышать? Замечательно. Так, с нами сейчас наши обычные 224. Сегодня меньше, чем обычно, потому что я обычно делаю по четвергам. Но ничего. Так, деньги – это комфорт и свобода. Правильно. Это комфорт, свобода, безопасность в первую очередь. Это безопасность. Когда мы точно знаем, что мои дети ходят в хорошем районе. Вообще, знаете, вот огромные исследования сделаны сегодня. Это абсолютно совершенно об этом. Все ученые говорят, все социологи говорят. К сожалению, вот этот вот, как называется, социальный лифт, да, что где дети могут подняться, где люди могут подняться. Этот социальный лифт во многих странах сегодня абсолютно почти нарушен. Во многих странах очень трудно. Я недавно смотрела исследование журнала «Экономист» здесь. В США не так легко стало, как это было нашим, допустим, родителям подняться легко. Сегодня молодежь. И намного сложнее. И все зависит от, как они говорят, ваш зип-код, в каком районе вы живете. Если вы живете в районе так себе, не очень, плоховатеньком, вашим детям безумно трудно подняться. Это уже другие мысли, другие дети, другие школы, другой настрой ума на успех, на то, что в жизни правильно делать. Вот так это страшно, поселить своих детей в плохой район. Поэтому, например, в Англии, это не ту же исследование по Англии, катастрофа. Дети в Англии, вот посмотрите, на Ютьюбе есть исследование журнала «Экономист». Да, «Экономист». Они пока начинают с Великобритании, с девушкой, которая с ужасного района, там бельёна на балконах висит. И она рассказывает, какой ужасный... И вообще люди просто не могут выбраться. Спасибо, что их дом был плохой, и их переселили в другой дом, в чуть лучший район, ближе к дорогому, к хорошему району. И так она смогла подняться. То есть она пошла уже в другую школу, в хорошую школу и так далее. А так это вообще просто. Канада номер один страна в мире по вот этому, по лёгкости социального лифта. Канада на втором месте Денмарк. Это у нас Дания, да, Денмарк? Да. Денмарк, я думаю, Дания. Вот, на первом месте Канада, на втором месте Денмарк. То здесь вот детям гораздо легче подняться. Нет этих вот барьеров, которые есть. Ну, потому что я бедности мало вижу, и люди быстро выбираются. Как вы считаете, профессия лаборант будет иметь будущее? Или это сейчас бум с пандемией, и лаборанты востребованы, а потом, когда всё пройдёт? А что это вообще за профессия лаборант? Лаборант, как в университете, или лаборант в каком-то медицинском там центре, где вы что-то в пробирочках исследуете? Ну, если вам это нравится, то вы это делаете. Конечно, техника будет заменять. Конечно, все эти анализы будут вставляться в машину, машина это будет делать. Ну, наверное, люди, которые обслуживают эти машины, всегда останутся. Но что это вообще за профессия? Почему вы выбираете себе такие профессии? Лаборант. Это должна быть временной профессией лаборант. Вы можете начать с лаборанта, но вы должны стать профессором. Ну, это что за цель за такая, лаборант? Без денег здоровье не сохранить. Это точно. По-моему, у меня немножко трясётся телефон. Такое вот у меня тут устройство, которое я поставила, по-моему, он немножко трясётся. Напишите, пожалуйста, если вы это... Я стараюсь быть очень осторожной. Татьяна, вы мудрый каждый раз, и нахожу для себя у вас что-то интересное. Нахожу у вас что-то интересное. Спасибо, спасибо, Елена. Спасибо. Так, добрый вечер, добрый вечер, добрый день у меня. Даже доброе утро, можно сказать. Сейчас половина, половина одиннадцатого утра. Так, вот это не Шанель пиджак, это вот Зара пиджак, ребята. Ну, я увидела очень красивый пиджак такой вот и в Сен-Лоран. Он, конечно, другой. Это день и ночь. Это невозможно сравнить. Это совсем другой. Но он стоит больше пяти тысяч долларов. Ещё с налогами будет шесть тысяч. Поэтому я померила его. Он совсем другой. Ты в нём выглядишь вообще по-другому. Но вот этот стоит сто долларов. Так, шесть тысяч долларов или сто долларов. Я выбираю за сто. Так, сначала деньги нужно заработать, потом уже планировать. Потому что в такое время нет, у вас абсолютно неправильные знания. Сначала надо запланировать, а потом вы их заработаете. Так делают все успешные люди, у которых есть деньги. А не наоборот. Совсем вот так, vice versa. Наоборот. Так, Татьяна. Ребята, я постоянно рассказываю про джеки. Я больше не буду рассказывать, потому что я сказала, что это Зара. Сейчас вот недавно купила. Если пойдёте, сейчас есть. В Москве для флоропластика строят верхние веки. Ну, верхние сто тысяч. А ещё надо нижние делать. Поэтому всё вместе считайте. Если вы же делаете верхние, так делайте и нижние. Нижние самые главные, наверное. Потому что вот когда у вас начинает... После сорока лет у всех вот такие вот тёмные здесь места становятся под глазами. Как бы как всё время уставшее лицо. Вот вы на себя смотрите, у вас вечно лицо уставшее. И начинают там накладывать консилеры. Вот нет у меня никакого консилера под глазами. Всё чисто. Поэтому так. Пиджак для мужчин. Было так когда-то. Сегодня уже мы не говорим с жакетами. Пиджак. Так, спасибо, ребята. А ваш муж тоже пишет планы на год? А при чём есть мой муж? Ребята, при чём есть мой муж? Вы думайте только о себе. Николай вполне успешный человек. Он тоже всю свою жизнь очень успешный человек. Вы красавица. Спасибо большое. Татьяна, вы встречались с подписчиками в Торонто. У меня были, да, мастер-классы в Торонто. Здесь, да, раньше. Я делала два больших мастер-класса. Здесь, да. В Джордж Комьюнити Центр делала. В Торнхилле. Ну, так я сейчас уже пандемия, потом я уезжала всё время. Ну, если я объявлю, наверное, будут подписчики. Ну, просто зачем мне это надо? Надо подумать, а мне это зачем? Мне должна же быть какая-то цель, правда? Да. Чтобы я встречалась. Мне, конечно, приятно, что я встречалась с девочками. У нас были хорошие встречи. Они же есть на Ютубе, эти встречи. А эти приливки прошли, испытания? Да, всё, уже прошли. Вот это вот так. Как относиться к вакцине Коронавак? Я не знаю, ребят. Я просто вакцины больше обсуждать не буду. Я говорила тысячу раз. И делайте то, что у вас есть. Что у вас есть, то и делайте. Если хотите выжить. Потому что в России за этот год умер миллион человек. И каждый раз, когда мне какие-то тёти пишут о том, что откуда вы это взяли, это всё враньё. Это я взяла из данных Росстата. Об этом говорит только ленивый этого не знает. И только безграмотный этого не знает. Это число превышающих смертей в этом году по сравнению с 2019 годом, когда не было пандемии. Насколько больше людей умерло в этом году? Это на миллион человек умерло больше. И это данные российского Росстата. И в основном, конечно, это ковид. Конечно, они не умерли от голода. Миллион человек, они умерли от ковида. Хотя официальная статистика может быть другой. Хотя официальная статистика не значит, что будет правильная. Потому что очень часто официальная статистика учитывает только тех людей, которые умерли в больнице. Они не учитывают тех людей, которые умерли у себя дома, или которые умерли от инфаркта, пережив ковид. А таких очень-очень много. Посмотрите, вы знаете, у вас у Камады умер муж от инфаркта, пережив ковид. О, вот Градский так умер, у него инсульт, по-моему, пережив ковид и так далее. Спасибо вам огромное. Стало более организованно и за вторую работу. Умница. Привелась от ковида. Ну, есть у меня результаты? Есть? Ну, спасибо вам, что есть. Хоть люди какие-то спасут себя. Привкает наш долг перед нашим собой и обществом. Конечно, потому что эти люди заражают других людей, они заражают членов своей семьи, они заражают своих родителей, родители потом умирают. Знаете, сколько таких случаев, когда дети сказали, не-не, я не буду, потом пришли, заразили своих родителей, родители умерли. Знаете, сколько? А дети, как сейчас, тоже болеют, тоже от того, что безответственно. В Канаде вакцинированные дети сейчас уже, по-моему, они сказали, что 25% уже вакцинировано с 5 лет. С 12 лет до 100 лет вакцинировано 90%, то есть все почти люди вакцинированы, а вот с 5-летнего возраста уже тоже вакцинированы, по-моему, 25 или 40%. Они начали это только неделю назад, по-моему, делать. Так, да, в моей жизни, конечно, есть и физкультура, и спорт каждое утро. Каждое утро я вот сюда выхожу и здесь занимаюсь. Возможно ли планировать год в начале года? Планируйте, когда вам нравится, когда ваш год начинается, тогда и планируйте. Но вы просто потеряете время, вы должны планировать в декабре. Сам по себе вопрос, а зачем? Почему в начале года, почему не сделать правильно? Ведь надо сделать правильно. Сейчас в декабре сесть. Во-первых, вам колоссальная работа – это подведение итогов. Не только планирование, сначала итоги надо подвести, где я есть. Подсчитать, что вы сделали, как вы сделали, сколько книг за этот год прочли, сколько раз в джим сходили, сколько денег заработали, какое саморазвитие сделали. Анализ, самая большая часть – это анализ. Вы мне помогли. Спасибо. Пишите, в чём? Мне это очень интересно. Ваш врач советует вам постоянно пить женские гормоны. Я не пью, я просто принимаю по-другому гормоны, конечно. Эстроген я принимаю всё время. Уже много лет. Татьяна. Вы прекрасно выглядите, рада встрече с вами. Спасибо, Людмила. Вы моя хорошая подписчица, я знаю, Людмила. Спасибо. Татьяна, ваш сын взял за пример вашу жизнь. Много ли с ним в детстве разговаривали о том, как строить свою жизнь? Вы знаете, я не разговаривала, я пример показывала. Конечно, я тоже говорила. Но самое главное, вы можете бесконечно говорить. Но если он будет видеть вас, который мама, которая безработная, которая ничего не делает, которая только занялась воспитанием своего ребёнка и сделала из этого дело своей жизни, вот он тоже вырастет таким же, и папа тоже не очень старается. Поэтому мы воспитываем детей не разговорами, разговоры само собой, но главное примером. Я уже сказала, что моя мама и бабушка работали всю жизнь как бешеные. Они просто... Бабушка, по-моему, закончила... Это в те-то годы. В 70 лет работать она родилась в 1913 году. И она работала до 70 лет. А в 83 умерла потом уже, потому что она заболела воспалением лёгких. А до 70 лет работала на кухне поваром. А потом ещё носочки всё время вязала, всем дарила их, отдавала просто так. Мама тоже работала. Уже после пенсии она ещё очень-очень много лет работает. Она до сих пор всё время что-то делает. Поэтому у меня никогда не было мужчины в семье. Родители разошлись, когда мне было 9 лет. И я всегда видела пример мам. Поэтому у меня не было вопросов, что какой-то мужчина мне обеспечит материальными средствами, деньгами. Я всегда знала, что я только сама на себя рассчитываю. Точно так же мой сын видел, сколько я работаю, сколько я учусь, что я делаю. И сейчас он тоже это видит, что я работаю по-прежнему 7 дней в неделю. Что я по-прежнему учусь, что я по-прежнему развиваюсь, что я делаю. Какой у меня дом. Если у меня в доме всегда было чисто, несмотря ни на что. У моего сына в доме чисто. Если у меня был всегда красивый дом, где бы я ни жила, по каким бы средствам я ни жила. А я одна воспитывала ребёнка, когда ему... Ну, очень долго я его одна воспитывала. Наверное, с его рождения, можно сказать, потому что его отец не принимал в этом участие. И до, наверное, до 14 лет я на свою зарплату на одну его воспитывала. Но у меня всегда был красивый дом. Всегда там всё было красивое очень. Я никогда не была некрасивого дома. Хотя он, может быть, был дом барачного типа. Я даже жила в доме барачного типа в Душамбе. Когда моя мама разделила квартиру, мне дала вот такое. Но у меня там всё было шикарно, красиво. И у моего сына всё красиво. Всё это воспитывается примером. Ну и, конечно, я с ним разговариваю. В 20 лет сильно отличались от того, какая вы сейчас. Что на это повлияло? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Жизнь даёт нам много уроков. Мы так много через всё проходим. Я много изучила. Я много работала. Я много видела людей. Я делала много выводов. Конечно, в 20 лет как можно сравнить? Я уже сейчас взрослый человек. У меня, конечно, прожит большая часть жизни. И очень много жизненного опыта, много знаний получено за эти годы. На это повлияло время. Как повысить дофамин? Повысить его надо не тратить, не пить, не курить, не развлекаться слишком много. Оставить перед собой цель и идти всё время куда-то. Что-то всё время делать, чтобы он вырабатывался. То есть дофамин вырабатывается в дороге. В дороге к успеху. Не тогда, когда успех достигнут, а в дороге. Поэтому делайте себе планы и шаг за шагом идите по ним. И тогда он у вас будет вырабатываться. Плюс, конечно, здоровый образ жизни. Если вы будете пить. Каждая рюмка или бокал вина – дофамин. Вы истратили дофамин. Каждая сигарета – истратили дофамин. Я не говорю вообще про наркотики. Это чистая трата дофамина. Почему дофамин? На английском он звучит как дофамин. Будет марафон ещё, кроме декабря? Не получается попасть. Не, ну я не думаю, что я этот марафон буду делать в течение года. Я его делаю в декабре, потому что это самое время. Но он будет в записи. И вы его сейчас можете купить за те же самые деньги. Он будет точно в записи. И можете его слушать в любое время. Если вы не можете на него попасть, то вы можете его в записи прослушать. Мне это тоже интересно изучать. Здорово, 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 девочки. Здорово. Так, у вас голубые или зелёные глаза? Глаза у меня цвета талой воды. Такой вот какой-то. И не зелёные, и не голубые, и не серые. Такие какие-то вот, как бирюзовые. Светло-бирюзовые, можно сказать. Пиджак. Пиджак Зара, девочки. Зара. И куча, зараза. За 100 долларов. Ну, американских 100 долларов. Канадских, может быть, там, 120, что ли. Как вы относитесь к гормональным препаратам от климакса? Положительно, конечно, отношусь. Вообще, вам надо на эту тему, конечно, с врачами разговаривать. Но я слышу, что все врачи это рекомендуют и говорят, что это хорошо. Поэтому эти разговоры к врачам. Я не применяла никакую такую терапию, потому что ещё очень давно моя подруга мне сказала, что она была на лекции Назарбаев, кажется. Не, не Назарбаев. Какой-то был такой вот гуру из Казахстана или Киргизии. Какая-то у него такая фамилия. И она была на его лекции здесь, в Торонто. И она сказала, он сказал так, что у вас не будет климакса, если вы не будете ожидать климакса. Вы не будете его ожидать, плохого ничего, и вас это не будет. Я не ожидала, у меня ничего не было. Я не заметила даже.